Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках, разбираем события фундаментального характера прошлой торговой сессии, смотрим, как они отработали в динамике тех инструментов, активов, которыми мы торгуем, скажем так, даже в последние месяцы. Ситуация на площадках, на мой взгляд, складывается сейчас как нельзя лучше для нас, для продавцов риска, поскольку это правильная динамика с учетом того фона, который мы обсуждаем. Это динамика, на которую мы настраивались. Это то, что позволяет нам зарабатывать. Центральная тема, она не меняется. Может быть, кто-то из вас устал обсуждать отношения США и Китая. Я, честно говоря, устал, но важно, что этот фон сохраняет на рынке интерес к инструментам, сохраняет довольно высокие показатели волатильности. И как только появляется что-то новое на площадках, это тут же с новой силой провоцирует еще одну волну выхода от рейдеров из риска и еще одну волну повышенного спроса на защитные инструменты. Чтобы немножко отойти от темы противостояния США и Китая, я хочу обратить ваше внимание просто на китайскую экономику. Здесь очень тревожный прецедент. Впервые за последние 20 лет в Китае рухнул банк. И не просто какой-то банчок, скажем, а банк с активами почти в 100 миллиардов долларов. Это явный, на мой взгляд, сигнал проблем усиливающихся единой китайской финансовой системы, которая отрешит по швам. И это только первый прецедент. Я думаю, что будет еще череда проблем, будет еще череда потерянных лицензий, обращений в Китай, скажем так, в Китайское агентство по страхованию вкладов. И здесь, честно говоря, срабатывает еще простой поведенческий фактор. Будучи вкладчиком одного из банков китайской банковской системы, неужели бы вы не задумались о том, является ли банк, в котором вы разместили свои средства, надежным? Если уже есть прецеденты того, что кто-то теряет свои позиции и теряет клиентские активы. Я уверен, что сейчас начнется шумиха, и банк, в принципе, исходя из этих страхов, может потерять определенную долю собственных активов, которые, разумеется, принадлежат не банковской системе, а тем вкладчикам, которые являются кредиторами этой банковской системы, в том числе и физических лиц. В Китае здесь вывод может быть только один, ситуация будет только ухудшаться, впоследствии мы будем говорить о еще большем экономическом спаде. Кроме того, друзья, мы еще ближе к следующему этапу и шагу в конфронтации, усилении противостояния США и Китая, поскольку 1 июнь уже не за горами. Я повторяю, что именно в этот день, то есть предстоящие выходные, вступит в силу китайские пошлины против американского экспорта. И, соответственно, на следующей неделе, в понедельник, я уверен, что нас ожидает очень интересное открытие рынка. И, в принципе, мы уже будем готовиться к ответным мерам уже со стороны самих Соединенных Штатов Америки. В общем, геополитика продолжает править балом. В данном случае отношения США и Китая это, пожалуй, главный катализатор того, что на площадках происходит. И чтобы резюмировать, опять же, что это значит для наших торговых идей, это значит то, что нефть нужно и дальше продавать. Тем более, что, как вы помните, на пресс-конференции, которая состоялась несколько дней назад в Токио, Трамп повторил, что он на текущем этапе и в текущих условиях не готов договариваться с Китаем. Вывод. Замедление темпов роста мировой экономики, потому что конфликт ведущих мировых экономик, он только к этому и приведет. И я не раз говорил вам о том, что под угрозой вот-вот рискует оказаться более 5% мирового товарооборота, поскольку, в принципе, новые торговые барьеры будут распространяться на товары в долларовом эквиваленте свыше 600 миллиардов долларов. И, собственно, Bloomberg вчера познакомился я с статьей этого агентства, в принципе, сейчас бьет именно поэтому считает, что худшие смутные времена еще впереди. Экономика будет снижаться еще, скажем, доказательством того, что проблемы с экономическим спадом – это не только проблемы отдельных регионов, таких как США. Этим доказательством является то, что очень сильно ухудшается статистика в еврозоне и штатах, то есть в целом эта проблема охватила всю мировую экономику. Я считаю, что спрос из-за этого будет, друзья, страдать со всеми вытекающими отсюда последствиями для активов углеводорода в данном случае. Поэтому цель по Brent, она для тех, кто раньше открывал короткие позиции, остается на прежнем уровне 65 долларов за баррель. Новые сделки я пока, как вы понимаете, не рекомендую. Доллар иена 109.23 мы продолжаем снижаться. Я даже не хочу сейчас обсуждать какой-то отдельный отчет, либо новость, которая пришла со ссылкой на все вот эти факторы геополитики. Я просто хочу обратить ваше внимание на ситуацию с долговым рынком и с показателем доходности американских облигаций. Десятилетки снижаются, доходность на грани уже обновления практически полутора летнего минимума – 2,24%. Сейчас, конечно же, при снижении доходности американского рынка долга доллар будет терять. Поэтому 109.23 – это, опять же, только начало. Мы уверенно закрепились ниже планки 110, дальше будем идти еще ниже. Фунт против доллара 1,2657. Ждем 7 июня, ждем отставку мы и ждем, что официально нам дадут точно понять, что преемником Trezeme будет Борис Джонсон, который является еще более непримиримым сторонником Brexit и выходом англии составы с политической неопределенностью. Это ключевой фактор, который, на мой взгляд, будет усиливать и развивать вот это нисходящее движение по фунту, которое настолько очевидно, что игнорировать его просто непростительно, друзья, сейчас. Цель по британцу 1,25. Евро против доллара 1,1162. Впереди у нас на следующей неделе заседание Европейского Центрального Банка. И всех волнует один вопрос. Что же решил ЕЦБ за последний месяц относительно новых мер экономического стимулирования? И решил ли он, наконец-таки, что без них экономике будет очень трудно? Подробности особенно интересует по долгосрочному рефинансированию банковского сектора операция ТЛТРО. Справедливости ради отметим, что со времени последнего заседания Европейского Центрального Банка Ситуация в экономике только лишь усугубилась. И игнорировать это Драги нельзя. Он не может этого делать, собственно, так же, как и не допустить возможность, не признать возможность необходимости допы мер экономического стимулирования. В общем, друзья, я говорю о проявлении мягкой экономической политики. Я говорю о том, что Драги с потенциальной мягкой риторикой может усилить давление на главный валютный риск и послужить дополнительным катализатором, который нам сейчас нужен. Цель по евро-доллару – это уровень 1.10. И в доказательстве еще и вчерашний отчет по доверию потребителей, который остается очень глубоко на отрицательной территории – минус 6.5. И сегодня, друзья, приурочим к экономическому календарю, пожалуй, может быть, самый интересный локально инструмент – это канадец, потому что сегодня состоится заседание Банка Канады. Ставку, на мой взгляд, оставят на прежнем уровне 1.75%, однако в ходе с проектных заявлений, как я уже отмечал, будет сделан акцент на риски на рынке труда, на риски в отношении показателей CPI, то есть инфляции, и, собственно, риски, связанные с неопределенностью в сфере внешней торговли из-за всего того, что я рассказал в начале брифинга. В 17.00 ждем мы это решение. Считали, что оно станет катализатором движения пары в районной отметке 1.35, однако мы уже вчера, в принципе, протестировали этот уровень. Хайбл 1.3497. Еще не вечер, при такой динамике закрепимся выше. Я надеюсь, что вы присоединились к этой также весьма предсказуемой идее. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.